День накануне поездки. В офисе фонда «Дари добро» последние приготовления. Упаковка продовольственных наборов и подарков. Десятки людей присылали сюда презенты, игрушки, сладости. Коробки и пакеты распределяют по районам. Это наши партнеры. Они нам предоставили различные атрибуты для оформления детского дня рождения. В детском доме это пригодится? Да. Нам для ведущей детской доме сказали, что для них это очень актуально, потому что дней рождения не очень много. На, складывай. Сейчас еще надо донести, по-моему. Когда все упаковано, коробки с добром грузят в машины. Ну пока. Все. Идем за следующим. Раннее утро. Предварительный сбор у драматического театра. Машины распределяют по районам. Дают последний ЦУ. Я участвую в этой акции первый год. Первый год и первый раз. А так мы постоянно помогаем. Материально. Душевно, духовно. То есть мы помогаем всегда. В этом году я решил сам лично, взял с собой сына, прокатиться, посмотреть. Ну, немножко как бы, чуть-чуть подвиг. Сделать место для подвига такого. То есть перед Новым годом отвезти подарки. Все в сборе. Машины перемещаются на Спасскую площадь. По традиции, а акция «Караван добра» проходит уже второй год, колонна стартует именно отсюда. Организаторы – клуб «УАЗ Патриот Ульяновск» и фонд «Дари добро». Доставляем подарки новогодние детишкам в дома-интернаты, в малообеспеченные семьи. Доставляем пайковые наборы дедушкам, бабушкам малообеспеченным. В общем, мы едем туда, куда, собственно, часто наша помощь и наше добро не доходят в силу плохих дорог, дальности расстояния. Фонд «Дари добро» присоединился к акции «Караван добра» ровно год назад. Мы стали, наверное, такими помощниками, друзьями, таких вот ульяновцев, увазок-патриотов. Мы помогаем им собирать необходимую гуманитарную помощь. Мы помогаем привлекать бизнес-структуры к тому, чтобы они присылали свои денежные средства либо благотворительные пожертвования, для того, чтобы мы могли закупать необходимые подарки для наших участников акции «Каравана добра». Так как мы уже работаем более девяти лет в Ульяновской области, и у нас есть большой штат не только сотрудников, но и штат партнеров, которых мы тоже привлекаем к участию в этой акции. В маршрутных листах шесть районов региона, 18 экипажей. Более 500 человек получат к Новому году подарки. Свои презенты для детей присылали благотворители со всей России. В участниках и бизнесмены, и обычные горожане, и даже школьники. 69-я школа находится в Заволжье. Дети собирали подарки, сами делали открытки своими руками с учителями. И вот попросили нас передать деткам подарки на Новый год. Из Дома правительства к участникам направляется губернатор. Сегодня он тоже в роли сказочного героя. Большой презент в его руках – это подарок для детишек Новоспасского района. Подарок, наверное, передается мне, а я его передаю Сергею. Кто у нас в Новоспасске? Кто у нас в Новоспасске? Кто у нас в Новоспасске район и отвезет тут огромную коробку добра? Обязательно. Двойной Дед Мороз шутят участники акции. И передаю Сергею Ивановичу в дополнение к образу новогодний головной убор. Не жадничай. От роли Дед Мороза. А то у них они шепли, а я там. Похоже. Напутственное слово быть аккуратнее на дороге и в путь. По машинам! Экипажи разъехались по районам. Наш путь лежит в Майнский. Первый пункт в маршруте каравана Добра – Уржумская. Здесь живет многодетная семья Северчуковых. Сейчас я все это сложу. Они уже ждут гостей, наблюдают в окно за вереницей взрослых. Деток четверо. Близнецы Вероника и Лена появились на свет в феврале 2018-го. Софье 4 года, Руслану 2. Подарки есть для всех. Это что такое? На два пальца больше. Купила те же самые... Русалка! А хвостик у нее есть? А вот ей как раз будет, да. Самый раз. Ага, точно. Оно. Так, держи еще коробку тебе. Рук хватит. Не хватит, скажу, рук, да? По машинам и вновь в путь. Пока едем, Константин делится предысторией акции «Караван добра». У наших друзей, автомобильный клуб «Реальные кабаны» есть знакомые. У них там печальная история. Девочка заболела лейкозом. Там химиотерапию и практически все перепробовали. Последнее было пересадка мозга от матери. Пересадку сделали, но как бы результат мозг не прижился. Произошло отторжение. В общем, девочке осталось жить там совсем мало. То есть шансов нет. И тогда вот ребята с клуба, с «Реальных кабанов» бросили клич такой. Мы собрались деньгами помочь вот именно этой девочке. Получилось что-то в районе 80 тысяч набрали. Ну, а потом, как-то возникла вот эта вот идея, так абсолютно спонтанно, не доехать ли нам туда, где на самом деле людям нужна помощь. Ну, как помощь? Какое-то добро сделать им, но их в силу там плохих дорог и расстояний, как правило, до них никто не доезжает. Ну, вот, теперь мы примерно раз в квартал ездим в такие места, где нет дорог, где далеко, где люди тоже нуждаются в каком-то добре, что ли. Так, за разговорами незаметно, доехали до следующего пункта. Село Тагай. Здесь у администрации поселка нас встречают соцработники. Передаем 10 продовольственных наборов для местных бабушек и дедушек. Бабульки у нас замечательные, да. Вот, мы за ними ухаживаем, вот, носим продукты, медикаменты. Ну, в принципе, вот, у нас очень хорошие бабушки. Самые старшие у нас здесь 90, тут вот была одна бабулька, ей исполнилось 90 лет, вот. И мы ее ходили, поздравляли тоже. Приезжайте! Наступающим! По чаше приезжайте! Приедут обязательно. А караван уже мчит в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи доверия. Мы вас ждали. Вот они приехали. Сюда благотворители привезли новый диван. Выгружаем мебель и со сладкими подарками в руках Идем поздравлять детей. Здоровья, удачи, больше добра, улыбок и светлых, радостных дней. Хороший поцелуй. Будет идти. Хорошо учить. И вот вам небольшие сладкие подарки. Да. Здравствуйте! Дети водят хоровод, хлопают в ладоши. Здравствуй, здравствуй, Новый год, ты такой хороший. Молодец. Спасибо. Учреждение, можно сказать, уникальное. Создали его в 2015 году. Центр, хоть и молодой, но уже может похвастаться хорошими результатами. Каждый месяц детишки со всей области с различными диагнозами проходят здесь обучение. Помогаем подтянуть учебные предметы, исправить двойки. С ними работают психологи, логопеды и дефектологи. Через месяц детки уезжают и приезжает новый набор детей, новая смена. То есть получается как разная помощь такая. Да, но что я хочу сказать, некоторые дети приезжают повторно и несколько раз в течение учебного года. Поэтому в таких случаях помощь наиболее эффективная для них. А всего мы в учебном году проводим 9 смен. Каждую смену в Центр набирают от 30 до 35 детей. У всех воспитанников есть семьи, но гостям и сладким подаркам здесь очень рады. Спасибо! Спасибо! А мы едем дальше, в Майну, к детишкам, семьей для которых стал детский дом. Проходите, мы очень рады. Все, мы идем. Сейчас ребята выгружатся. Вот, немножко. Вот, приезжали. Да вы что? Спасибо. Здравствуйте. Они Дед Морозы. Они Дед Морозы. В этом корпусе 21 воспитанник. Медицинские диагнозы у всех разные. У кого-то родители лишены прав, от кого-то отказались при рождении. Теперь они живут здесь, большой и дружной семьей. Все от мала до велика верят в сказку и каждый раз готовятся к приезду Дедов Морозов. Вот такая акция, проводимая вот именно этими ребятами, которые сегодня приехали, это «Караван добра», это благотворительный фонд «Дари добро», проводится уже не впервые в нашем детском доме. Мы тесно с ними сотрудничаем. Они не только на новогодние праздники к нам приезжают, приезжают и на 1 сентября, и в середине года. То есть мы с ними дружим очень давно и крепко. Такая акция нужна. Во-первых, это забота о детях, которые оказались, можно сказать, не в трудной жизненной ситуации, а оказались по воле судьбы в детском доме, которые ищут свою семью, которые хотят жить в семье, но пока вот здесь. Поэтому внимание, забота для нас очень важны, потому что многие ребята уже знают ребят в лицо, знают, с чем они живут, оказывают им не только помощь какой-то подарками, но и в личной беседе их поддерживают, оказывают такую душевную помощь. Поэтому это очень важно для нас, для наших ребят. Воспитанники ваши ждали сегодня? Ждали. Ждали. Я вот пришла на работу сегодня часов в 9, наверное. Ребята уже готовы были, оделись и все время стояли около камеры и смотрели, когда же приедут ребята. И когда проехали, первый раз вы проехали мимо нашего детского дома, мимо. Они проехали мимо, они даже напугались. Если с охранным светом, как в сказке озарен, а может быть, все это совсем друзья не соглашают. Для гостей стихи и песни, для детей игрушки и сладости. И, конечно же, праздничный хоровод вокруг елки с загадыванием желаний. За год здесь определили в семье шесть детей. Результат хороший. Общее фото на памяти снова в путь. К этому детскому дому мы еще вернемся. Точнее, ко второму корпусу, который находится за 35 километров от Майны в поселке Белое озеро. А пока наш путь лежит в Сосновку, где поздравлений с Новым годом ждут ребятишки из малообеспеченных семей. Саша Ярастов теперь счастливый обладатель детских богатств. А в коробочке что, как ты думаешь? Робот? А вот в большой, который ты держишь, там что? Конфетки. Ну как ты рад? Молодец. Переезжаем в Игнатовку. Здесь Дедушку Морозу с подарками ждут 14 малышей. Ждут во всеоружии. У каждого заготовлены стихии. Будущий красивый, будущий президент. Ты Дедушке Морозу рассказывай. Мороз вперед. Печами елочка, кушистые иголочки. Он на подароке нос. И стихи нам сейчас спросят. Молодец. Очень рада, довольна, что есть такие люди, которые дарят подарки. Спасибо большое. Почаще таких людей. К нам все, чтобы почаще приезжали такие. Первый раз у вас? Да, первый раз у нас. Только в этом году я третьего ребенка родила, поэтому первый раз. Уже на выходе из клуба к организаторам подошла бабушка. Просила подарок для внука. Оказалось, положение в семье сейчас тяжелое. И сейчас вот на подарки стыдно. В школу не сдали. Они в садике не сдали. У меня еще двое. Еще вместе есть. Спасибо вам большое. Там чуть покушать. Спасибо. Это пакет ему, да? Да. Спасибо большое вам. А какой подарок? Сейчас подожди, что еще. Не уходи. Спасибо вам большое. Дай Бог вам всего хорошего, чтобы у вас было хорошего. У нас дедушка умер 4 года. Теперь вот сын умер. 43 года. Никак. Контест-контест не субьешь. Ничего, все будет хорошо. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы у вас всегда все получало. Вот, держись. Скажет спасибо большое вам. Выручили новогодние подарки в поселке Родниковые пруды, в крошечной комнатке местной администрации, в тесноте да не в обиде. Встретили гостей стихами. Девятерых ребят участники акции одарили сладкими наборами и игрушками. Что за чудо, что за диво, ах, как елочка красиво. Вот и дедушка седой, плоснежной бородой. Вот мясочек на спине, значит, звучит подарок мне. Да, мы учим сейчас подарок от дедушки с бородой. Спасибо. И вот подъезжаем к конечному пункту сегодняшней поездки. Село Белое озеро. Второй корпус детского дома «Орбита». Здесь живут 18 воспитанников от 4 до 16 лет. Выгружаем фрукты, мед, канцтовары для детей и направляемся на праздник. У нас из 18 12 детей инвалидов, у которых они отстают немного в развитии, конечно. И они верят в сказку, в чудо, в Деда Мороза. Да, конечно. Организаторы «Каравана добра» здесь частые гости. Раз в квартал помогают, чем могут. Всех воспитанников знают поименно, следят за их судьбами. Любовь Кузнецова увлекается вокалом. Вообще у нее много хобби. Живет в детском доме в семье, где пять девочек и два мальчика. Участвует во всех областных конкурсах. Здесь у нее персональная стена славы. Недавно ездил на конкурс областной осенний бар. Там, конечно, было очень трудно, семь номинаций аж. Но я выиграла две. Визитную и кулинарную. Для местных ребят-гостей это возможность показать себя во всей красе. Малыши с радостью оцепляются за взрослых и ведут в свои комнаты. Показывают, где спят, чем живут. Делятся своими эмоциями. И каждого непременно называют папой и мамой. Дедушки Морозы вернутся сюда еще не раз. Люди для вокала неплохо бы купить микрофон. Помочь детскому дому с ремонтом. А заодно добрыми делами и искренним вниманием хоть немного залечить детские сердца. И поселите в них веру в чудо и доброту. Вас Сарасадина. Вести Ульяновска. Измайнского района.